Здравствуйте, дорогие друзья! В молитвословии в Утреннем Правиле содержится несколько молитв преподобного Макария Великого. И вот первое из них. «Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь». А теперь разберем эту молитву по порядку. Прежде всего, мы видим, что молитва обращена ко Святой Троице. Почему? Потому что от окончания ее восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому слово Божие, это первое обращение, звательный падеж Божий, это мы обращаемся ко всей Святой Троице. «Боже, очисти мя грешного». Здесь все понятно, пояснять нет необходимости. «Яко николи же сотвори благое пред тобою». «Николи же», то есть «никогда». «Так как никогда я не сотворил ничего благого пред тобою». Что значит «пред тобою»? Если мы представим наши дела на суд человеческий, то вполне может быть, люди похвалят нас и скажут, что это добрые, благие и прекрасные дела. Но если мы представим эти дела на суд Божий, то святость Господа обязательно обнаружит в этих наших делах какую-то нашу искривленность, искаженность, какое-то наше несовершенство, которое мы туда невольно привнесли. Поэтому пред Богом все наши добрые и благие дела не выглядят такими благими и добрыми, какими они выглядят перед людьми. Поэтому здесь мы и говорим «потому что я никогда ничего не сотворил благого пред тобою». «Яко николи же сотвори благое пред тобою». «Но избавимя от лукавого» Эту фразу мы с вами уже разбирали в молитве «Отче наш». «И да будет во мне воля Твоя». То есть во мне, в моей жизни, чтобы совершалась не моя воля несовершенная и греховная, но Твоя всесвятая и благая воля. «И да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста мои недостойные». Почему недостойные? Потому что тот дар слова, которым наделил и наградил нас Господь, мы используем далеко не всегда во благо и не всегда на хорошие дела. Поэтому и недостойные. Мы недостойно используем этот дар слова. И мы просим первой фразой «Очисти имя грешного, да неосужденно отверзу уста мы недостойные». То есть мы просим, чтобы Господь очистил нас от всякой скверны, чтобы нам иметь возможность неосужденно отверзть наши недостойные уста и восхвалить имя Его Святое. «И восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Выражение «ныне и присно и во веки веков. Аминь» вводит в перспективу нашей человеческой земной жизни сопричастие божественной вечности. То есть «ныне» — это «сейчас», «присно» — это «в моей земной жизни» и «во веки веков» — это значит «в вечности». И заканчивается молитва словом «Аминь». Да будет так, истинно так. И давайте еще раз послушаем, как она звучит целиком. «Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста мы недостойные, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok